После трагедии в Кемерово президент Беларуси потребовал проверить безопасность в местах массового скопления людей даже в жилых домах нашей страны. Срок до 1 апреля. Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня министру внутренних дел. Игорь Шуневич доложил оперативную ситуацию в органах внутренних дел. Криминогенная обстановка с начала года в целом спокойная, но по таким пунктам, как разбои, грабежи, угоны и хулиганства отмечен рост. Александр Лукашенко после трагедии в Кемерово выразил обеспокоенность тем, как осуществляется безопасность в местах массового скопления людей. Таких объектов с каждым годом становится все больше. Речь идет не только о торговых или развлекательных центрах. Вчера я поручил министру большезвычайным ситуациям серьезнейшим образом проверить места скопления, массового скопления людей. А это не только торговые центры, это и кинотеатры. Мы в прошлом году дали большую свободу предпринимательству. Пожалуйста, творите, делайте, приносите пользу государству. Продупредил и на уровне законов о том, что отвечать будете головой. Прощения не будет ни за взрывы, ни за пожары, не дай бог люди погибнут и так далее. Отвечать будут они. Но, знаете, с них взятки гладкие. Но что с них возьмешь, когда погибли десятки, а еще неизвестно, может быть, сотни людей в этом центре, в выходной день в России, в Кемерово. Поэтому, чтобы, не дай бог, у нас это не произошло. И МЧС в короткий промежуток времени одно не справится, это министерство. Поэтому подключитесь к этому вопросу. И у меня просьба и вам поручение. Жесточайшим образом наказывать, если только вы увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия, особенно для людей, и недопустимо для детей. Ну как? Тут не зраш президент туда и полетел, в России, в Кемерово. Ну дети погибли. В чем детишки виноваты, которых родители собрали у этого бизнесмена, который построил этот центр? Они пришли мультики посмотреть, а бедняги сгорели там в огне. Это недопустимо. Поэтому подключитесь и вместе с Вашченко посмотрите все. Посмотрите и жилые дома. У нас люди так расслабились, что дальше некуда. Они даже подвалы в жилых домах закрыть на замок и проверить не могут. Это же бесшабашность полнейшая. Проверьте, чтобы потом нам всем не было больно. Не дай бог, если что-то случится. Подключитесь к МЧС и помогите им, чтобы мы уже к первому апреля имели какую-то картину. Хоть это и непрерывная, конечно, работа. И вы, и они занимаются этим. Но сейчас надо эту тему заострить. Уже сегодня с утра министр МЧС Вашченко был у меня в кабинете. И мы обсудили ваше поручение. Выработали направление, по которому мы совместно работать и проверять все места массового пребывания граждан. Особенно развлекательной, там, где есть потенциальные угрозы, не дай бог, конечно, ну, возможные угрозы какие-то жизни и здоровью людей. Но уже сегодня очевидно, что, конечно, любая свобода это хорошо, но она хорошо тогда подкреплена определенными обязательствами. В том числе по соблюдению требований безопасности на объектах. Игорь Анатольевич, и еще вот очень важно после вот этих празднований, когда у нас тут не то сто лет, не двести праздновали и так далее. И мы что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого. Поэтому вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент. Это их дело, делать заявление. Но не дай бог нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства. Возьмите Францию. За что гибнут люди? Пускай у нас будет несовершенный, пускай недоделанный какой-то государственный строй. Но мы должны обеспечить безопасность людей. Поэтому любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Мгновенно. Они должны это понимать и слышать, что это не выдумка милиции. У нас свобод хватает, не надо лезть на рожон. Но если ты лезешь на рожон и хочешь себя показать, ну что ж, это в основном мужики, ну и получайте тогда. Речь шла и о спорте. Игорь Шуневич возглавляет наблюдательный совет хоккейного клуба «Динамо Минск». Несмотря на то, что в последнем сезоне «Зубры» не вышли в плей-офф, министр настаивает на сохранении тренерского состава во главе с канадцем Горди Дуайром. Я предложил все-таки сохранить тренерский штаб в том составе, который он был в предыдущем сезоне. Полагаю, что определенная положительная динамика была достигнута. И тренерский штаб сегодня находится на марше, как говорят военные. Менять коней на этой переправе считаю нецелесообразным. Надо дать еще один шанс развить все положительное, что было в клубе. И попытаться все-таки доставить больше удовольствия нашим болельщикам, чем это мы сделали в сезоне 17-18. При этом глава наблюдательного совета «Динамо Минск» высказался за сокращение числа легионеров. Позицию поддерживает и главный тренер клуба. Как раз сейчас «Динамо» согласовывает контракты. В ближайшее время будут известны все игроки команды на следующий сезон.